Итак, в этом видео мы поговорим с вами про ритмические рисунки. Я покажу 4 основных ритмических рисунка, которые я считаю самые популярные. Я записал уже более 3 альбомов со своей группой, и я могу сказать, что когда я разбирал свои партии, я фактически использую, наверное, эти 4 ритмических рисунка, конечно, комбинируя и что-то добавляя, но вот база остается базой. Поэтому я считаю, что на начальном уровне, если вы только осваиваете эти 4 ритмические рисунка, то если вы только осваиваете барабаны, то эти ритмические рисунки будут тем, что нужно, потому что от них можно построить практически любые вещи, любые рисунки, комбинируя их, добавляя и так далее. Итак, я сейчас пропою эти ритмические рисунки, чтобы было понятно, потому что изначально их нужно понять, как они звучат именно с точки зрения музыкальности. Потом уже, конечно, их проще будет изучить. Первый ритмический рисунок самый простой, очень распространенный. Звучит он следующим образом. Бочка, малый барабан. Тун-ка-тун-ка-тун-ка-тун-ка-тун-ка-тун. То есть, все очень просто. Бочка малый, бочка малый. Второй ритмический рисунок звучит, напоминает сердцебиение. Он звучит следующим образом. Тун-ка-тун-тун-ка-тун-ка-тун-ка-тун-ка-тун. Классный ритмический рисунок, очень распространенный, как и все, в принципе, остальные, да? Следующий ритмический рисунок это классика рока, распространен очень сильно в рок-музыке. Звучит он следующим образом. И финальный четвертый ритмический рисунок это так называемая прямая бочка, когда бочка ведет четвертые ноты, то есть тум-тум-тум-тум. Очень распространен, особенно в какой-то попсовой музыке, где хай-хет еще играет на слабую долю. Тум-цпа-ц-тум-цпа. Так вот, как он звучит? Тум-ка-тум-ка-тум-ка-тум-ка. То есть бочка в малый тоже идет. Бочка, потом бочка с малым, бочка и бочка с малым. Пропеть это достаточно сложно, поэтому проще показать. Итак, давайте сейчас я покажу на ударной установке, как каждый этот ритмический рисунок играется. Итак, первый ритмический рисунок. Бочка малый. Второй ритмический рисунок. Сердцебиение. Тум-ка-ту-тум-ка. Третий ритмический рисунок. Классика рока. Тум-ка-ту-ту-ка. И рисунок с прямой бочкой. Тум-там-тум-там. Итак, вот как выглядят эти ритмические рисунки. Я уверен, что вы их уже поняли, потому что на таких примерах, да, очень просто это все понять, и как это музыкально проигрывается. Вот, поэтому как их разучить? Теперь вопрос. Значит, я предлагаю вам, поскольку у нас правая, левая нога на хай-хете, она пока просто исполняет роль, то есть, закрытие этой тарелки, и практически мы ее не используем. То есть, у нас идет три ведущие конечности. Это две руки и правая нога, которую исполняет игру по бас-барабану. Поэтому я предлагаю вам исключить одну конечность из игры. То есть, у нас останется только две. Либо это руки, либо это рука-нога. Вот, таким образом нам проще будет разучить эти ритмические рисунки. Давайте берем на примере первого ритмического рисунка, я покажу, как правильно стоит разучивать, чтобы было проще это все играть. Значит, мы сначала используем две руки. То есть, мы играем, значит, четвертные ноты на хете, то есть, мы играем по хай-хету, мы играем хай-хет и малый. Хай-хет, хай-хет и малый. Вот как это звучит. После того, как это стало хорошо получаться, мы можем попробовать убрать, соответственно, левую руку, которая играет по малому барабану, и добавить бочку. То есть, мы играем хай-хет, бочка хай-хет, хай-хет, бочка хай-хет. После того, как вы это отрепетировали, давайте попробуем сыграть правая нога, левая рука. То есть, бочка, малый. Бочка, малый. Теперь попробуем соединить эти все рисунки, играя все тремя конечностями. Правой ногой, левой, левой и правой рукой. Как вы заметили, мы играем четвертые ноты на хете. То есть, мы играем тум, пам, тум, пам. То есть, соответственно, у нас хай-хет сопровождает каждый удар. То ногу, то малый барабан. То ногу, то малый барабан. То есть, бочка с хетом, хет с малым. Бочка с хетом, хет с малым. Чтобы придать нашему рисунку более такую интересную пульсацию, давайте попробуем играть на хай-хете восьмые ноты. То есть, восьмые ноты, как вы уже проходили, это ноты, которые в два раза длиннее, чем четвертные. Если четвертые, то у нас звучит так. То восьмые звучат так. То есть, в два раза быстрее. Но мы такой темп не будем загонять, поэтому давайте попробуем, как это звучит, когда мы играем на хай-хете восьмые ноты. Итак, вот таким образом мы уже получаем наш исходный рисунок в медленном темпе, который при правильном должном разучивании. Опять же, я рекомендую все разучивать в очень медленных темпах, чтобы вы могли как можно быстрее их увеличить, а не наоборот. И таким образом вы применяете этот метод ко всем остальным ритмическим рисункам. Поэтому я вам даю домашнее задание, чтобы вы разучили все эти ритмы, играя их восьмыми нотами на хай-хете. Соответственно, вот как будет выглядеть ваше идеальное домашнее задание. То есть, вы исполняете каждый ритмический рисунок по четыре такта, и записываете это на видео, отправляете, я проверяю вашу домашку. Субтитры сделал DimaTorzok